Панорама Я вам расскажу, как настраивать эту функцию шаг за шагом На примере очень хорошо видна разница между обычными фотографиями и панорамными Первый кадр был сделан в авторежиме Второй кадр был сделан в панорамном режиме Как вы видите, на втором кадре угол обзора гораздо больше И действительно, в панорамном режиме можно получать различные кадры с большим углом обзора В панорамном режиме есть свои особенности съемки Старайтесь, чтобы первые кадры у вас были не очень темными или наоборот, не слишком светлыми Потому что в целом фотография может получиться либо темной, или наоборот, пересвеченной Переключите камеру в панорамный режим В панорамном режиме вы можете изменять направление съемки и размер изображения Для того, чтобы изменить направление съемки, найдите пункт «Направление съемки» Доступны 4 варианта «Право», «Лево», «Вверх», «Вниз» Для того, чтобы подтвердить свой выбор, нажмите на необходимый вам вариант Еще в панорамном режиме вы можете изменить и размер изображения Доступны 2 варианта «Стандартная панорама» и «Широкая» с различными углами обзора Свой выбор вы тоже подтверждаете нажатием на нужный вам размер Настройка завершена Для того, чтобы получить максимально качественную панораму, старайтесь держать камеру двумя руками и плавно вести в направлении, указанном на экране Выберите начальную точку съемки и точку завершения Моя начальная точка съемки находится справа от меня, на уровне начала здания Точка завершения находится слева от меня, на уровне конца балкона Панорамный снимок готов В панорамном режиме есть интересная особенность Вы можете получить более высокий и короткий кадр Это хорошо использовать в условиях ограниченного пространства Первый кадр – это обычная панорама Как вы видите, у нее большой угол обзора, но при этом она довольно узкая Второй кадр – тоже панорамный, но он гораздо выше и короче Переключите камеру в панорамный режим В панорамном режиме нужно будет изменить направление съемки Нам нужно будет выбрать один из двух вариантов Направление съемки вверх или вниз Я выбираю направление движения вверх Выбор также подтверждаете нажатием на нужное вам направление Еще можно изменить и размер изображения Доступны также два варианта Стандартная панорама и широкая Я выбираю стандартную панораму Переверните камеру вбок Настройка завершена Переверните камеру вбок в портретный режим Выберите начальную точку съемки и точку завершения Плавно проведите камеру Снимок готов От снятой вами панорамы вы можете просматривать как на фотоаппарате, так и на компьютере и на телевизоре Для того, чтобы подключить камеру к телевизору, используйте провод, поставляемый в комплекте Как видите, на телевизоре панорама смотрится гораздо интереснее Особо понравившиеся панорамы вы можете распечатать Но сделать это можно только в специализированных лабораториях Я надеюсь, что этот обучающий ролик был для вас полезен Всего вам доброго До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok